Доброе утро, дорогие друзья! Предлагаю вам этот день провести вместе со мной, в моих делах, в моих заботах. Ну, так сказать, один день из жизни со мной. Загружаем посудомойку, выбираем режим. Ой, я забыла положить таблетку. Кладем таблеточку. Запускаем. Опа! Нажимаем. И работает, дорогая! А я пойду делать дела дальше. Запшикаю плиту. Вы тоже пользуетесь азелитом? Люблю это средство. Я прям вот так вот сверху на решетку все брыжу. Потом вот такой вот щеточкой все промазываю и решетку тоже. И у меня параллельно чистится и решетка, и плита. Классно! Два дела в одном. И решеточку почистим, и плиту. Вот так все аккуратненько промажу. Решетку обязательно изнутри. И все. Пусть минут 15 она у меня стоит. Отмыкает. Да, надо чаще плиту мыть, но у меня нет такой возможности. Поэтому иногда она у меня бывает не сильно чистенькая. Как в этот раз, например. Домашние дела никто не отменял. Они прежде всего. Все. Сейчас я еще напшикаю доместосом. Да, вот эту вещь. Также ее щеточкой размажу, чтобы руки не пачкать. И все. Минут 15 и вся эта желтизна от чая. Часто здесь чай наливаем и капает. Создает желтые пятна. Тут у меня уже вовсю стирается. Да, кстати, просили показать порошки. Вот так выглядят у меня коробочки с порошками. Вот. Видите? Здесь вот так вот я обычно подставляю. Вот таким образом. Да, здесь вовсю уже стирается. Стирается спецодежда. Да? А время-то еще. Сейчас покажу сколько. Заходим в спальню. А время... Кстати, часы на 10 минут вперед. Всегда у нас здесь спальня. Это часы, которые нам подарили на день свадьбы. Представляете? Там уже гравировка есть. Кстати, вот так вот хранятся мои вещи, которые я ношу повседневно. Которые, вот как я вам показывала, вот мои вязаные вещи, вот в таком образе, свернутые, на вешалочке висят. Ничего не вытягивается, все отлично. Самое главное, не вешать их на плечики. Так, что хотела показать? Хотела показать, что здесь гравировка есть. А, написано наверху Александру и Ольге. В честь бракосочетания от группы электриков. А, да. Вот такие часы. Служат нам верой и правдой уже больше 25 лет. Ой, как 25. Да, 25. В 96-м году мы поженились. Во счет того, 28 лет. 28 лет, как мы живем. А, со дня свадьбы. Вот 28 лет этим часам. Они такие страшные, но для спальни самое то. Я не могу их выбросить. Они для меня очень дороги. Очень. Да. Вот там мое место. Я здесь сплю. Это у нас кровать. Всегда она вот так развернута, потому что вот тут спит Проша. А когда мы приходим с работы, у нас полностью скомканная вся кровать. Да. Стирать буду завтра постельное белье. Ну, пока прикрою. Ну, толку нет от того, что я прикрою. Потому что там вот у нас живет Проша. Вот его голова. Он всегда живет на нашей кровати. Кровать у нас всегда скомкана. О, о, зашевелился, зашевелился. Да, про тебя говорят. Привет. Все, выспался. Сейчас он пойдет в свое кресло. Да, у него здесь есть свое кресло. Да, скажи, я такой приличный сплю на кресле. Палы грязные, еще пока ничего не мыло. В пыли всегда. Кошки, собаки, в общем, не обращаем внимания. И игрушки. Игрушки брошены всегда. Вот так. Здесь у меня у мужа. Немножечко в таком бардачке. Ну, показываю, как есть. Ах, да, здесь же есть. Вот на этом месте спит клякса. Здесь у меня трюмо. На трюмо, на этом месте, здесь спит Саша, а здесь клякса. Ну, и непременный атрибут старых людей и больных. Все в пыли, девчонки. Сегодня суббота. Сегодня все будет протираться. А тут еще одна. Видите, какая штучка? Тут мы висим с мужем периодически. Вот это ленточки для меня, потому что мы сделали из подручных средств, чтобы меня выдерживали, потому что я не могу висеть руками здесь, мне больно. Вот, мне больно, поэтому вот на этих вот вешу я. А тут висит Саша. Висит, занимается. Кстати, тренажер прикольный. А что здесь вешалка делает? Надо ее тоже убрать. Так, да. Рубашки просто надо постирать, но жалко их скомкивать, так сказать. Будет стираться и потом убираться на место. А поднимается, вешается вот на эти крючки, переворачивается этот тренажер и становится как бы, ты вот сюда локтями встаешь и поднимаешь ноги. Классная штука, между прочим, для легких домашних тренировок. Классная штука Классная штука, между прочим, для легких домашних тренировок. вообще не с того ничего у меня сегодня день начался с того что я довязала рукав вот он рукав здесь узелок попался нож на середине ряда ничего страшного так получилось не видела до последнего распускать не стала у меня сушится сердечный мой джемпер полочки спинка один рукав второй рукав буду снимать на видео швы все все как положено у все как положено вот с утра я сегодня довязала мы встали сегодня рано в 6 утра кстати ну как всегда в принципе ничего но в эту на самом такое вот в этой сауне у меня все сушится либо на полу сушится потому что пол теплый либо вот так вот на полке вот такая красота сушится пока я тут прибиралась кстати время уже почти 9 но я часть комнат прибрала я хочу вам показать какой у нас сегодня рассвет посмотрите красный время без 20 по моему 9 ну полчаса 9 вот такой красный рассвет у нас уже снег достаточно много его лежит грядки мои засыпала снегом вот такая красота у меня пять минут перерыва я пойду рассчитаю новый процесс все шумит все стирается кругом так стирает машинка стиральная стирает моет посуду посуда мойка так и я собственно начинаю новый процесс из пряжи травмонта вот этой синенькой образец у меня связан из цвета у вас надеюсь вам видно я не вижу что я там вам снимаю ну да маленько видно так и начинаю разработку нового процесса вот и все каких-то 10 минут полностью расчет у меня готов вот пожалуйста все готово и сейчас я начну вязать вот пряжа у меня опс решила я связать с двойными резинками из двойной пряжи и вот таким узором будут рукава думала думала я придумывала придумывала мне оба узора нравится мне очень нравится как смотрится вот этот узор но только он у меня такой раздутый вверх а я его хочу на типажур делать в каждом ряду вот то есть я здесь делала так что у меня были изнаночные ряды провязывались по узору а вот если вот так вот вязать без изнаночных рядов то получится вот такой классный узор нравится но все таки я думала думала и выбрала для своих рукавов вот этот узор вот такой изнаночные изнаночные сейчас на лицо вот лицевая страна вот таким узором я придумала все рукава буду вязать вот таким образом в общем классно вот такие рукавчики у меня будут вот на этом джемпере все рассчитала все сделала осталось начать связать и сейчас я ах нет сейчас не могу мне надо загрузить у меня пришел расчет вчера вечером по реглану сейчас я девочкам расчет проверю либо проверю либо подскажу что-то составлю а потом пойду уже решать все вязать у меня все готово все я сворачиваю чтоб удобно было хранить беру новую сумку какую мне сумку взять вас пинула так я думаю что вот в эту маленькую носочную сумочку от абель нет воли у меня уместится этот проект пока пока умещается пока буду в новой сумочке люблю новые сумки когда они новые использовать быстрее чаще чем чаще чем старые поэтому вот сейчас все сюда положу надо сюда положить спицы и все и начнем вязать кстати про спицы спицами я буду вязать но начну я точно ими потом посмотрю так мне нужно спица три с половиной возьму деревяшки так так как буду вязать в круговую одна спица будет три с половиной одна спица будет троечка не то это деревянные потому что вязать когда в круговую мне хорошо когда левые спицы у меня левые спицы у меня так по покороче а что у меня обе заняты до лески у меня осталось только леска 100 сантиметров прикольно перерыва все свои процессы одна нитку одна леска у меня на процессе с моим крылом от самолета а вторая леска у меня в процессе на реглане на реглане вот на этом вот вторая леска так но нет сегодня я и буду работать поэтому не буду сейчас ее отсюда убирать возьму другую леску тогда хорошо 8 а еще у меня не все так а какую леску возьму это я точно не возьму это лески минтфул это самые отвратительные лески их можно хоть вообще выкидывать так я возьму вот эту лесочку вот отлично сейчас вытащу из нее спицы и возьму эту леску нитрошную на ней начну вязать а потом освободятся у меня лески новые которые покупала и перейду на них но не все так просто как мне показалось мне аж надо отмотать немножко нитку меня же здесь бобинка а бобинка а я буду часть часть короче резинки буду вязать в две нити поэтому сейчас быстренько отмотаю отмотаю клубочек намотаю небольшое чтобы мне хватило на резиночки вот в две нити достаточно толстые нить между прочим по сравнению 850 метров ну да я уже привыкла у меня там 1000 1200 метров в работе 850 для меня уже толстая нитка ну хочу сделать такие двойные двойные резинки так все отматываю быстренько быстренько все подготавливаю спицы сумку складываю и пошла печатать расчет и буду проверять расчет я вот сама мотаю мне кажется хватит клубочка но пока точно хватит и думаю вот стою мотаю мотаю а нитка достаточно толстенькая у меня в две нити наверное будет у меня будет нормально в принципе нормально вот резинка но у меня здесь есть лидия лидия у покупала в магазине дель у эльвира костенко она есть разных цветов каких только не бывает вот такая стопроцентная шерсть стопроцентная мериносовая шерсть цвет лазурный а здесь у меня ледяной ледяной феникс и лазурный и вот я думаю а что если мне взять лидию лидию взять взять лидию попробую сейчас мне кажется прям тон в тон идет да абсолютно тон в тон лидия и пушистая пряжа и вот я наверное возьму спицы по толще три с половиной взять надо связать образец и связать резинки вот так вот лидия плюс мохер во и будет просто идеально то есть вот можно вязать в две нити а можно вязать с лидией я скорее всего буду вязать с лидией мне так больше нравится точно я придумала клубочек этот оставлю вот видите как мысль пришла в последнее время нет и буду вязать на три с половиной сейчас свяжу образец небольшой постираю посмотрю как смотрится вот так что все вижу образец делаю расчеты а потом все остальное до вязание еще дело не дошло надо будет рассчитать резинку ну вот пока суть до дела у меня посуда помылась белье постиралась полы протерлись дома и я еще сняла успела расчет рукава вот рассчитали с вами все я вам показала сейчас будем приду у меня часто ногти ногти надо будет переделывать вот были такие розовые блестящие какие сделаю покажу сейчас как настроение будет такие сделаю вот пойду эти ногти сниму сделаю новые благо у меня соседка занимается ногтями поэтому я к ней рядышком вот и потом буду на камеру отвязывать вот этот рукав вот сегодня мой план все побежала на ногти привет мои дорогие друзья ну что три часа я была на ногтях сделала теперь я вот такие ногти последнее время делаю их такие ну специально чтобы вам на камеру было аккуратненькие ногти чтобы вам вам они не светили не раздражали вот такие ногти я сделала все так и уже начала снимать мастер-класс отсняла расчетный мастер-класс перед тем как убежать на ногти а сейчас снимаю мастер-класс по петель на как я провязываю рукав на полу патентном джемпере это видео для тех кто в совместном проекте прибежала с ногтей быстренько поставила кушать варить здесь у меня варится курочка но это уже все на завтра варится на сегодня у меня шашлычок вот а здесь картошка свекла курочки варится морковка отварила я яйца яйца у меня уже охлаждаются и завтра завтра хочу сделать на салат под шубой кстати яйцо плавает знаете какой маленькой это домашние яйца вот его надо выкинуть она плавает по поверхности может быть уже испорчены вот я такие яйца не я все и все и на завтра будет у меня солянка суп будет из разных вида мяса и плюс разные виды колбасы а здесь у меня будет салат под шубой так захотелось зима наступила начались майонезный салат вытяжка работает поэтому шумит все вот вот так ну что мои дорогие друзья вы еще от меня не устали в общем у меня тут как вы знаете расчет произведен образец на двойную резинку отвязан потому что резинки внизу будут делать двойные на них нужен дополнительный образец так все готово высушено рассчитано все что где сколько прибавить убавить так да говорила вам или не говорила но скажу еще раз выбрала для этой модели вот такие рукава вот такого ажура будут рукава у меня вот правда здесь темная нитка это будет голубая паутинку буду вязать в одну нить только вот эту пушистую кидмохер на шелке но лидию добавила я в резинки так я уже не помню что я снимала на мастер-класс что снимают для вас ну короче раз один день со мной у меня всегда такие сумбурные дни поэтому привыкайте так ну что я отвязала мастер-класс начала начала вязать вязание полностью все показывала по петель на да даже как набрать петли и вообще мне не нравится то что я сюда поставила такой маркер хочу выбрать красивенький маркер прикольненький какой-нибудь веселенький нежненький так что я хочу маркер сердечный поставить сюда сердечный маркер сердечный или поставить сюда сапожок девчата меня маркеров надарили девчонки спасибо вам большое а может быть а может быть звездочку но боюсь что звездочка будет цеплять своими концами вязание так вот этот маркер я бы с удовольствием поставила но он то мелкий здесь мелкий а мне нужно что-то более в общем чтобы дырочка была побольше потому что спицы будут 5 миллиметров так один из новеньких маркеров вот такой длинненький длинненький наверное будет тяжелый жаль что вы мне не можете помочь рыбка рыбеха я ее часто ставлю к себе на на вязание о кленовый листок кленовый листочек листочек кленовый он тоже будет может быть цепляться но не так сильно мне кажется вот эта звездочка будет цепляться сильнее листочек кленовый или может быть голубое на голубое так слетела нитка одной рукой неудобно поправлять ах 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 ну вот чего я и боялась танк сейчас буду выбирать это у меня еще только часть маркеров часть маркеров этот очень нравится маркер сама сделала сама прицепила он мне нравится он такой тяжеленький но его надо на такие более стабильные пряжи пока перебирала прошло полчаса времени драгоценного все зацепилась за все свои вкусняшки начала перебирать все свои вязальные вещи короче остановилась вот на этом маркере вот этот маркер я повешу сюда так вместо вот этого пока сейчас зацеплю когда дойду ряд до маркера я перекину вот мне кажется кленовый листок по цвету здесь очень красиво и эстетично смотрится так ну все связала немножечко немножечко с этим процессом все покончено пока пока покончено жестко сказала так убираем его у корзину у корзин все вместе с описанием все живет в корзине кстати корзину надо поменять это маловато корзина для такого процесса ну смысле сумочка сумочка не корзина так ну что пошла пошла вязать рукав сняла мастер-класс по вязанию рукава утащил его уже в зал по вязанию рукава по петельной снимаю для опять-таки совместного проекта ну ладно сейчас повяжу и вечером уже поздно вечером сейчас уже вечер да все таки три часа времени проведенного на ногтях это очень много но деваться некуда так ну все пошла вязать рукав сегодня весь вечер буду вязать рукав перед сном или может быть завтра утром покажу вам что я отвязала ну как мамочка вяжется и и меня спрашивает хорошо вяжется замечательно девчонки а у меня неожиданная радость но вернее эту радость я ждала еще вчера но сегодня смотрите муж сейчас ездил привет привез и я уже перешла на вязание рукава на эти спицы сидела вязал рукав и мне приходит бляум сообщение что доставлен мой заказ осталось 15 минут до выкупа его и вот муж съездил забрал вот такие алюминиевые спицы видите их уже не хватает я их уже стырила одну троечку одну три с половиной но перешла для вязания своих своих рукавов не сказал по моему карманов короче рукава так класс классно классно алюминиевые спицы спицы красного цвета в красном чехле они никак не называются девочки у них нет названия они безымянные китайские спицы обалденные мне не очень нравится и еще невероятно обалдение спицы лески только мне единственно непонятно зачем здесь бирюзовый стоппер для спиц почему он бирюзовый я вот к чему а здесь есть патч ну-ка сейчас мы с вами я патчем ни разу не пробовал не с них пользовалась это пластиковый кружок который помогает зацепить спицы так один номер самый большой лески я забрала там по моему 100 сантиметров ну попробуем на любых на коротеньких лесочках да вот мы закручиваем кстати лески не подходят к спицам нет про лантермун лана гросса не подходят и здесь своя свой диаметр нарезки имейте ввиду что есть эти тросики у вас подойдут только к этим спицам так ну-ка вот я затянула руками и теперь вот с легкостью видите откручивается на сейчас мы попробуем затянуть спицу почему-то эти так ну-ка откручивается патчи фигня скажу вам так а если я возьму простую обычную вот здесь есть такие заглушки я просто уже вот у меня под рукой просто такая всегда рядом втыкаем в дырочку в отверстие так держим как рычагом пользуемся и закручиваем спицу закрутили и вот теперь шиш вручную открутишь вот только так вот этот фигня давайте попробуем выкрутить не помогает даже выкрутить короче этот кружочек можно сразу выкидывать но это в моем случае вашим может быть вам помогает я только закручиваю вот вот видите легко раскручивается с помощью вот этого простого приспособления который создает рычаг классные спицы а не показала вам давайте еще раз закрутим что нам стоит дом построить нарисуем будем жить это девчата не реклама я покупала за собственные деньги на в плей маркетах видите стыка практически не ощущается ни здесь не здесь вот стыки идеальные вот так сделаны видите они зажаты так не фокусируется вот видите зажат стык и тут класс короче будет отдельное видео по спицам там все расскажу мне спицы нравится они у меня очень долго лежали в корзине но меня смущала их небольшая цена все-таки за 13 спиц цена и в районе 2000 они бывают и за 1700 сейчас они наверное я многим уже девчонкам рассказала и почему-то производитель на них цену подобавил и сразу они стали 2 600 2 500 2 600 вот короче вот такие ну даже и за 2 500 2 600 мне кажется это классно классная классная цена так жалко что здесь еще не предусмотрено хранение для тросиков вот бы без мешочков но увы и ах видите я сюда уже вставила здесь было отверстие такое сюда вставил один из стопперов и стопперов как это назвать помощников для соединения спицы с леской ключик точно ключик называется вот и зачем-то ни к селу ни городу такие бирюзовые бирюзовые стоппер стоппер это когда вы снимаете спицу на другой процесс например или вы этот процесс временно пошли стирать и вот чтобы у вас петли не слетели вы вот этот стоппер сюда закручиваете и все и вас петлю не слетят вот для этого стоппер и существует многие тоже не знаю для чего они вот стоппер и для того чтобы оставить петли на спицы на леске а спицу убрать и у вас ничего не слетела вот такой наборчик ну и все перешла я вязать этими спицами свои рукава я сразу хочу протестировать так патч вот этот ну ладно пусть лежит здесь но вообще его выкинуть можно мне не нужен он мне не подходит резиновая такая штучка тут еще в наборе вот такие штучки но это все сразу убирать я этим вот этими вот этими эти булавки для снятия петель когда мы вяжем когда мы вяжем косы переплетение мы же снимаем например пять петель перед спицей или пять петель за спицу на дополнительную спицу вот это дополнительные спицы так сказать булавки здесь вот нарисована коса вот видите да что петли косы снять вот на эту как раз пиццу вообще не пользовалась но когда вязала паутинку косами вот она мне помогла там все-таки по 9 петель я снимала и 9 петель снять на что-то дополнительно вот на это было удобно так ну здесь за спасибо это маркер маркера и вот эти эти иголки я им практически не пользуюсь но это я покажу вам в отдельном видео у меня еще один идет товар наверное завтра придет я сниму отдельно видео как раз в воскресенье завтра будет придет мне книга должна прийти и вот две этих распаковки сделаю вместе ла-ла-ла все пошла вязать но все время поздно вечер уже почти пора спать и вот что я навязала за вечер рукавчик у меня отвязан вот столько думаю что нормально все завтра закончу до фене привет красавица моя привет моя старенькая что ты смотришь повязали мы с тобой да все выключаем свет и пошли спать да кстати видите да я перешла на спицы перешла на спицы вот вижу ими классно вообще тени я свет выключаю пошла спать